Инспекторами управления проведено 3425 проверок, в том числе 420 предприятий и объектов, выявлено 2300 фактов нарушений, устранено 2061, что составляет 98,3%. Основным индикатором состояния благополучия окружающей среды в городе является население. Для информации прошу обратить внимание на слайд. Поступило 2419 обращений. Через систему народный контроль поступило 94. Обращения рассмотрены на 100%. На слайде видно в разрезе районов города Казани. По результатам проведенных надзорных мероприятий составлено 1298 протоколов, из них на юридических 153, на должностных 517 и 628 на физических лиц. Выдано 160 предписаний с точки зрения представления на устранение нарушения. Наложено штрафов порядка 10 миллионов рублей. Предъявлено 19 претензий и исков на сумму порядка 37 миллионов рублей. 76 по расчету ущерба находятся в работе. Для информации законодательно предусмотрена возможность предъявления исков ущерба сроком до 20 лет. Одним из приоритетных вопросов является поддержание качества атмосферного воздуха. На сегодняшний день порядка 72% загрязнений приходится на автотранспорт. В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года актуальным является вопрос о переводе транспортных средств на газомоторное топливо и замена автомобиля в соответствии с современными экологическими требованиями. С целью мониторинга ежегодно совместно с сотрудниками ГИБДД на стационарных постах проводятся проверки. Проверено порядки 1000 автомобилей. Выявлено 218 нарушений. Загрязнение веществ, загрязняющих веществ составлено 218 протоколов. Поступило 120 обращений на дискомфортное состояние атмосферного воздуха, в том числе жалоб на предприятия. Авиастроительный район 24, Вахидос-Привозский 27, Кировский и Московский 17, Советский 13. Я хотел бы озвучить некоторые из них. Казань Орг Синтез, ЗАО Возрождение, ФКУ, Исправительная колония 2, УСИН, МУП Возоканал по 12 обращений, Семь Маркет 11, Технополис, Химград 9 обращений. Для обеспечения постоянного мониторинга в круглосуточном онлайн режиме в Министерстве установлено 4 автоматизированных станции контроля загрязнения атмосферного воздуха. Адреса представлены на слайде. В случае обнаружения превышения, исходя из розы ветров, расположенных предприятий, мы передаем информацию в Росприводнадзор, в Роспотребнадзор. Что касается выявленного нарушения, в частности регионального надзора решение принимаем самостоятельно. Также в целях мобильного реагирования и оперативного проведения отбора проб атмосферного воздуха используются две передвижные лаборатории. Отобрано 2734 пробы атмосферного воздуха, получено 3590 результатов анализа. Обнаружено 11 превышений предельно допустимой концентрации. По двум предприятиям судом вынесено решение о приостановлении деятельности. Это ООО «АМИКО» и ООО «ХРБ». Девять материалов для принятия мер, направленные в Росприводнадзор по подведомостности. В данном случае, к сожалению, основным загрязнителем являются федеральные объекты. Для обеспечения визуального контроля установлены видеонаблюдения на высокой точке физического корпуса КФУ. В Росприводнадзор онлайн ведется постоянный контроль за выбросами загрязняющих веществ и струб предприятия. Не могу не отметить, и неоднократные нарекания и струбающие от вас поступали. Для устранения министра экологии Фаридов Долганевым дано поручение разобраться причинам возникновения загрязнения. Принято совместное решение с контролирующими органами плане Назора выникнуть технологический процесс работы предприятия с проведением рабочих совещаний руководителей и экологов. Для мобильности отработки сообщений разрабатываются механизмы дежурства оперативных групп. За грубые нарушения требований воздухоохраны законодательства Министерства экологии приостановлено разрешение на выброс загрязненных веществ в атмосферный воздух по трём предприятиям. По решению суда приостановлена деятельность 13 предприятий и организации нарушителей представлены на слайде.